Клайбома, эмгом, нотайфом, ипоком, ткумит качима, кайгучина кавааа. Нам придется опять немного изменить несуществующий сценарий нашей встречи, потому что к нам приехала, к нам приехала гостья с того берега. С того далекого берега нет, не из Америки. К нам приехала гостья из Вилючинска. Стихи ее мамы опубликованы в этой книге. Давайте мы попросим выйти сюда дочь Татьяны Урхачан Галину. И с Галиной. Дело в том, что Галя не может долго присутствовать, ей надо уезжать назад в Вилючинск. Я вручаю тебе книгу. И надеюсь, ты скажешь несколько слов о своей маме и прочитаешь, может быть, какое-то из ее стихотворений. Здравствуйте всем. Конечно, мне очень приятно, Александр, что первый выпуск стихов о Камчатке вошли и строки, написанные моей мамой, Урхачан Татьяной Ельиничной. Сейчас мы в основном большую часть информации черпаем из интернета. В газетке обращаются редко, а тем более к периодике прошлых лет. А там наша история. Там очень много знакомых имен. Помните, мы знали скульпторы, художники, поэты, писатели. Кто сегодня знает? Наверное, затрудняюсь. Я сама затрудняюсь на это ответить. И поэтому имеет очень большое значение, вышедшая книга, тем более в таком. Пожалуйста, немножко скажи о своей маме. Моя мама, Урхачан Татьяна Ельинична, воспитывалась по крови корячка. По крови Эвенка воспитывалась коряками. И поэтому впитала две культуры сразу. Она одинаково хорошо писала и на русском, и на русском, надеюсь. На корианском, на эвенских языках. Фольклорист. Можно ее так тоже назвать. А вот она стихи писала на кухом языке? Все-таки начинала на родном. Потом переводила. 376, да? Да. Сейчас, извините, пожалуйста, я просто только вот держу в руках. Александр включил книгу, два, скажем так, стихотворения, отрывок. Это к слову о том, на каком языке писала. С вашего позагравления я бы хотела озвучить вам, как это стихотворение звучит на родном языке, корякском. Времена года. К przyszлое. А теперь, что пошло, перевод. Идя по тундре родной, нахожу в себе покой. Будет то летом, будь то весной, Будет то осенью, даже зимой. Вспомните, летом ажурные листья трепещут кругом, Буйные травы волнуются, головки цветов качаются. Искрится небо, птицы поют, вам, люди, счастье несут. Еще одно стихотворение было опубликовано в 1981 году в газете «Кориадский коммунист», наша газета «Кориадского округа». Стихотворение мама посвятила артисту ансамбля «Мэнга» Борису Авев. Не зря на него обратил внимание Александр Гиль, Стахлый, Высокий, Чукча, красивый был. Трагическая случайность унесла его в жизнь. Поехал в Тобу и, когда возвращался, попал в Кургу. Не хотели мы, он наш сосед, не хотели мы верить в то, что произошло. И мама пишет стихотворение, где этой ситуации не случилось. Белая угла поднялась из-под ног, Снег зашуршал искристо. В юго ползет сосулька, извиняя в обнимку с шельным ветром. Все забудело, забыло, вокруг все ребристо. За струги от нас-то острие ножа. Щиплет щеки на смешных мороз. Остал каюр, держил полос, ты поскорее домой вернись, К единственной, ну, очнись. Мучиться упряжь, сквозь муглу, сквозь снега. Так, что отстал старуха Курга. В книге вообще-то ни одна поэтическая антология, вы берете на книгу, как минимум 10, а может даже и больше. Потому что нет темы, связанной с Камчаткой, которую авторы бы как-то не коснулись. И вот раскрывается перед нами весь мир тундры. Тундра, пламя снегов. Кочуют в тундре табуны, одни безмерно в мире целом. Вот ее хозяева, оленеводы. В том числе, кстати, интересно, что реальные люди. Гаврил Хихихляп, Хайлинский пастух по имени Молювье, Яков Шмагин. Вот праздники. А над всей тундрой сияет фантастическая звезда Чайвояма. Стихотворение Юрия Трейстова. Оно несколько такое вот какое-то безумное, но оно мне очень понравилось. Оно хорошее стихотворение. Потрясающее стихотворение о собаках. Куда же без собак? Визжат ездовые собаки. Четыре живых колеса. Написал один из этих поэтов. И в этом разделе невероятнейшее стихотворение Герольда Киселева «Ночной путь». И вот про этого поэта хочется мне зачитать то, что сказала Антонина Алексеевна из ее послесловия. Совершенно недооценен и несправедливо забыт талантливый поэт Герольд Киселев. Его творчество изобилует поэтическими находками, мимо которых невозможно пройти. И приводим пример. Мокрый покой и смарт. Волчьими скорами нас теснят перелески со всех сторон. Глотай же бессонницы черный чай блюдцами красных глаз. Завораживающая энергия стиха. Влюбленность автора в корякскую землю. Ярко индивидуальный образный ряд. Делают Киселева замечательным поэтом. Ну опять-таки вот жалко, что нет Антонины Алексеевны. Вот так она пишет о поэзии. Друг ламутского народа, призывавший открыть поэтические стиха на Камчатке. Поэт Илья Сильвинский. Опять-таки зачитаю. Стихотворения Сильвинского, написанные во время поездки по земле в Исканских ламутах в 1932 году, были опубликованы в давно ставшей библиографической редкостью книги 1934 года «Тихоокеанские стихи». И с тех пор больше не отпечатались. Теперь они вновь вернулись к читателю. Большой поэт Сильвинский не только передал фонетические особенности туземной речи, но сумел ловить национальный ламутский дух. Вот если мы посмотрим, как он передает особенности речи в этой ламутской сказке, сказка потрясающая. Она одновременно очень смешная. И если вдуматься в содержание, она очень и очень страшная. Если первый раздел книги, содержащий тексты камчатских авторов, построен целиком на материнах периодической печати, то во втором разделе, в котором о Камчатке писали авторы, не живущие на ее территории, мы с Татьяной допустили некоторый отход от принципа «Камчатка в газетной строке». Там включены некоторые малоизвестные стихи авторов из очень редких книг и очень редких старых журналов. Вот из Илья Сильвинский, действительно, как сказала Наталья Валентиновна, эти стихи взяли из книги «Тихоокеанские стихи» и не входили потом ни в одно собрание сочинений, ни в один сборник Сильвинского. Стихи Долматовского, стихотворение Долматовского, вошло в его сборник 1939 года, дальневосточные стихи, и тоже потом не печаталось. Также есть стихи Рюрика Ивнева из книг тоже. То есть границы второго раздела несколько размыты. Вот Корешов, о котором говорил Михаил Яковлевич, тоже это публикация из его посмертной книги. Корешов погиб на войне, кстати, стихотворение о размышлении памятника Кеберингу было написано за день до начала войны. Дело не в том. В общем, вы извините, но немного пришлось отойти во втором разделе от строгого построения. У нас еще больший друг ламутского народа, поэт и собиратель северного фольклора Михаил Уралов. Почему я так говорю? Я говорю абсолютно не иронически. Посмотрите, сколько ивенских слов в его стихотворениях, сколько примечаний в стихотворении первой конференции Комсомола, их еще больше. И вот об этой небольшой книжке вы хотели сказать. Михаила Уралова можно, в общем-то, по праву назвать первым камчатским профессиональным литератором. Его книга «Ламутские рассказы», обложку которой мы видим на вот этом прямоугольном экране, эта книга вышла в свет в Москве еще в 30-м году прошлого века. Уралов был журналистом, поэтом, фольклористом. Он собрал и записал много ламутских и корякских легенд. Кстати, именно благодаря Уралову и появилась на свет красивая легенда о Мэнго. Да-да, я не ошибся. Это имя произносится с ударением на второй слог. Уже в 60-е годы его просто произношения исказили. А вообще это звучит Мэнго. Еще в начале 30-х годов, Урал, еще в конце 20-х годов произошел достаточно трагический случай, описанный как раз в этой книге, легший в основу легенды о девочке Мэнго, последующего рассказа, последующего балета. А сам Урал каждый год выезжал, когда говорили, в хребты, то есть выезжал в тайгу, чтобы общаться с туземным населением, с коренным населением, записывать их рассказы, легенды. И таким образом, зимой 41-го года он сел на собачьему пряжку, в Эсса, Поехал к Ламутам в хребты, и его так и не нашли. Трагическая судьба бывает у поэта, но давайте мы чуть-чуть улыбнемся сейчас о песнях, которые поют о севере. Вот перед вами в газетной строке разворачивается целая история. Стихотворение Юрия Кашука «На краю земли» было положено на музыку. Она писала ту музыку самодеятельный камчатский композитор Иван Пузанов. Пузанов. Пузанов, прошу прощения. И стало это стихотворение песней. Кстати, любимые песни Иван Авгая. Вы сейчас все услышите, потому что эта песня украсила чудесный фильм «Мальчик из Анавгая». Я предлагаю послушать и посмотреть. Вечер подпевай, едем в Анавгай, Мчимся все быстрее по заснеженной аллее. Нарты как стрела, вся земля бела. Это наш далекий, дорогой, певенский край. Мы живем где тайгою и тундрой. Голубые следы пролегли, молодые северяне среди северных сияний на краю земли. Едем в Анавгай, друг мой, подпевай. Эхо отзовется, и нам солнце улыбнется. От Москвы до нас полземли как раз. Только рядом с нею мы рукою лишь подай. Мы живем где тайгою и тундрой. Голубые следы пролегли, молодые северяне среди северных сияний на краю земли. Голубые следы пролегли, молодые северяне среди северных сияний на краю земли. А краю земли... Эминь... Вот интересные пересечения иногда получаются. Песня, которая сейчас прозвучала на стихи Юрия Кашука, наверняка напомнила кому-то из вас другую песню. Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты и я. Песню, написанную на стихи Эдмунда Иотковского. А пересечения здесь в пересечении в том, что стихи Иотковского о Камчатке тоже под обложкой этого сборника. Кто-нибудь успел прочитать строки этой дивной песни о Камчатке, которая могла бы, возможно, стать камчатским гимном, но не знала? Ее автор Петр Жильченко – пограничник, опубликовавшийся в Камчатской периодике, опубликовавший свои стихи с конца 20-х годов прошлого века до конца 40-х годов. Ну, вот такое явление. Так вы процитируйте, верните и процитируйте. Все так, стоп, я наиграю. Верни, пожалуйста. Ну, там надо целиком цитировать. От Держнева до Высаловато. Среди бурных восточных морей растянулась просторно Камчатка, крепость Родины сладной моей. Пойте, ламуты, коряки, алюты, пойте, прочь радость свою, и вместе с нами простыми словами про общее счастье я спою. В этой идее и потом дриганальской мы со славой идем в боевой, и могучую песней майской пробуждаем народы покоя. И в горах, и в долинах широких всюду счастье и доблесть труда, и в кочевьях корякских далеких имя Сталина с нами всегда. Вы забыли, что эскимос наш товарищ надежный, и чипотский пастух молодой. Потому что до 56-го года шипотка входила в состав Камчатской пастухи. Ну, вот теперь мы это знаем. Вот та самая девочка Лайвов и ее история. И Камчатское чудо, ансамбль Мэнго. Восцена прекрасна долина Гейзера. А еще в сборнике очень много стихотворений о вулканах и прекрасных стихотворений вулканологов. В стиле ветки, что он участый, над водой седой туман, Бьет волной в бока Камчатки запияка океан. А где океаны и моря, там моряки, рыбаки и рыба. Вот одно из стихотворений Фазиль Искандер, ночной вулк, рыбак по берегам Камчатки. Ваша история. В 64-м году прошлого века на Камчатке побывал десант столичных литераторов. В их числе был поэт Фазиль Искандер. Сейчас, наверное, мало кто помнит, что Искандер начинал как поэт. Это потом он стал известным прозаиком. Ну так вот. Еще, находясь на Камчатке, Искандер опубликовал в Камчатской, предложил редакции газеты «Камчатская правда» свое стихотворение «Ночной лов рыбы у берегов Камчатки». Вот мы должны покаяться, я должен покаяться, что, к сожалению, заради красоты верстки книги в это издание вошел второй вариант стихотворения, уже несколько поправленный. Хотя Антонина Алексеевна Гончарова в своей статье, в заключительной статье, цитирует первый вариант. Я сейчас прочитаю вам этот самый первый вариант, потому что там видно плохо, а потом расскажу историю, связанную с этим. Итак, Фазилис Кандер, стихотворение «Ночной лов рыбы у берегов Камчатки». Я буду пользоваться шпаргалочкой, потому что я не помню его навезусь. Семеро в шлюпке, один на руле, Севернер тонет в молочной мгле, Спит мироздание, спит рыбнадзор, Но не спит воровской костер, сидят браконьеры, Ящики жгут, горы рыбы, окончен труд, горы рыбы, Мертвый улов, тысячи вспоротых кошельков, окончен труд, Соловеет глаз, в бочонках икры золотой запас, Прыгай на берег, разматывай сеть, Двое навесло и не шуметь, Пока прилива большая вода толкает рыбу, Да не вода, тихо, тихо. Охотничий страх, первая рыба Всплеснула в сети охтяни. В детстве вот так же светло бы Волода судорог пальца свело, Но сладко в саду виноградную плеть К земле прижимать, опрокидывать, Млеть, словно включенная в электросеть, Дрожит и фасфорисцирует сеть. Первый камбалой, Первый блин, шлепнулся И погрузился в сплин. Травы сминая ударом хвоста, Льется рыба, горбуша, кита. Красный краб, королевская краб, Не шевелит героидических лап. И вдруг в этом адском порном котле Птица запела в кромешный плет. Глубящийся хаос, Рассвет, тишина. Храбрая, что ты можешь одна, Но капля мелодии. Первый кристалл, и мир оформился И засверкал на рыбах. На глыбах мокрых камней Горит заря океанских кровей. Камчатка. Глубятся вулканы вдали. Вселенское утро. Начало земли. К сожалению, нам, К нам сегодня сюда, Не смог прийти Поэт Валентин Пустовит. Он обещал прийти, Но он себя плохо чувствует. Мы вчера с ним встретились, Он говорил, если погода будет нормальная, Если не будет ломать кости, Я приду, но не смог прийти. Поэтому мне придется сейчас Самому рассказать историю, Связанную с этим стихотворением, Хотя Валентин был в свое время очевидцем. Когда это стихотворение Было опубликовано в Камчатстве и правде, Вот мы видим эту публикацию на экране, Разгорелся грандиозный скандал. В обкоме КПСС Собрали творческую интеллигенцию. И сотрудник поградбойств КГБ, Литератор Сигарев, Стуча кулаком по трибуне, Орал. Нужно перестать возить сюда Этих гнусных московских клеветников. У нас есть свои поэты, Которые могут писать о Камчатке только хорошо. Мы не можем позволить так клеветать На нашу социалистическую действительность. Искандер при этом присутствовал. Он присутствовал в этом зале Фактически как на судилище, Можно сказать, на судилище перед ним. И публикация в журнале потом уже, Уже была без строк о браконьерах. А дальше у нас любимый город, Дальний край отчизны. И воспет он, как видите, Не одним поэтом. И в этом городе стоят памятники И просят о них рассказать. А вот театральная площадь, Которая вдохновила не только поэта Юрия Щербака, Но и художника, художника Капылова И фотографа Билова. А вот юбилей города, Которому исполнилось 225 лет. Вот тут хочется обратить внимание, Какое роскошное обрамление для стихов. Книжная, точнее, наверное, газетная графика, Это отдельная тема. Вот Александр Витальевич приводит в книги Вот этого вот дивного, красивого языкопроходца. И очень много, очень так красиво, уместно и деликатно Образцы газетной графики того времени. Юбилейные, некоторые фрагменты. И некоторые стихи, самые интересные, В сопровождении этой графики, Я уже чуть-чуть о другом. Казалось бы, просто стихотворение о строителях. Но в сопровождении вот этих вот линий, Вот этого полета кранов и такой графики, Оно оживает. Совершенно чудесно. А вот юбилей открытия Командорских островов. Ну, прекрасная страница сама по себе, Но мы ее перелеснем. А если мы вернем все-таки? А вернем? А если мы вернем, для того, чтобы... Для того, чтобы... Надо сказать, что вот это вот стихотворение, Написанное двумя авторами. Владимиром Михайловичем Костиным И Петровым Емельяновым. Кстати, Емельяновым очень интересный автор, Который начинал свой биетический мульт Еще в сороковые годы в Корректе Он был заместителем редактора Газеты «Коррекский» пришли в конце Великой Езейской войны И вплоть до начала 50-х годов. Так вот, это стихотворение «Командоры, мои командоры» Стало чуть ли не гимном Командорских островов Одной из любимых песен в Никольском Вы в дневной несуществующем преображались? Ну вот, ну вот Я так торопилась перелеснуть страницы Потому что, потому что Там замечательная тоже вещь Там одна из жемчужин антологии Поэма, точнее отрывки из поэмы «Костры командора» Виктора Шевякова Совершенно необыкновеннейшего Комчатского поэта, который выпустил Всего одну поэтическую книгу Но запомнился очень многим людям Причем не у нас выпустил А совершенно в другом регионе России Ну, я прочитала, он публиковался немного И в журналах тоже Но поэма «Костры командора» О смерти Беринга на Командорских островах Это потрясающе Вот как она заканчивается Молчи до края мира На сумасшедшей скорости Лишь белые ветры носятся По берегу, в перегонки Ему бы сейчас у камина В уютном городе Хорзенсе Греть руки и тихо слушать О чем говорят старики Они бы его успокоили Они бы ему потрофили Доброй ютландской сказкой Где доблесть всегда права Ах, жизнь, ты все перепутала Историю с географией Данию и Россию И дальние острова Потрофили Потрофили Хорошо, соглашусь Увлеклась Ну и тут я опять Возьму на себя Некоторую инициативу И скажу Сейчас то, что Не понравится Некоторым присутствующим Здесь в зале А кому-то возможно И понравится Но вы сейчас услышите И потом не говорите Что вы это слышали Потому что по сути дела По сути дела Если говорить По гамбургскому счету А мы все знаем Эту красивую легенду Придуманную великим русским Формалистом Виктором Шкловским Легенду о гамбургском счете Так вот По гамбургскому счету Конечно Камчатка не дала Русской литературе Ни одного По-настоящему Великого поэта Ни одного По-настоящему Великого прозрения Но Большие поэты На Камчатке Были И один Даже есть Значит Кого я бы назвал Кого бы я отнес К большим поэтам Список этот Очень мал Он состоит Из четырех Человек Это Покойный Эмиль Куни Это Покойный Виктор Шевяков Это Совершенно Недооцененный Как уже Сказала Антонина Алексеевна Кто? Кирольд Киселев Кирольд Киселев Правильно И Присутствующий В этом зале Володя Нечаев Чью книгу Чью первую книгу Золотые Чья первая книга Кстати Еще самая первая Вышедшая в прошлом веке Золотые звери Наверняка уже Давно вошла В фонд Золотой Литературы Камчатки И вот я вижу Володя подымается С кресла И потихоньку Идет сюда Володя Идет Идет Замечательный поэт Владимир Нечаев Нет Спасибо, Савельевич Да, пожалуйста Как сразу Ты будешь говорить громко Или ты будешь говорить в микрофон Я до сих пор не уверен, что Книга Не обходила Ближе к себе Мы ехали к Саше В машине В солнце Где вы Кстати Знаете Я хочу сделать Такую У меня Антологию Золотой Золотой Свод Камчатки Поехали Саша Погивал головой Я потому Что он меня услышал И мы Говорим об одном и том же Но прошло время И мне оказалось Что Мы немножко о другом О разном говорили Вот И Буквально Деньде назад Попало В руки Вот Мне дается Что Саша Такие вещи Называются Браска могилы Почему? Потому что Буквально Ведь Многие Из тех Которые Здесь Печатанки Уже нет Отнедалече Валя Угеревская К сожалению Она сейчас Где-то Сказали Что она В Варькове Лечит Лечит Свою голову Вот И Ну Когда Человек Умирает Остается Тоска И фамилии И больше Ничего Вот Ну примерно То же самое Но правда Есть за фамилии Тексты Тексты Которые Очень неравноценны Я хотел поговорить Нужка О качестве О качестве Этого Сборника От Елена Сеина Она в конце Как бы Расторгать Акцент Что не все Это Равнозначно И действительно Многие Психотворения Условно Можно назвать Стихами Потому что Не все Зарихмованные Называются Стихи Вы знаете Можно даже Одно слово Испортить Одно слово Испортить Состояние Я даже Думаю Что Попытать Запятую Или точку Понимаете Я Мучаюсь Точно Запятую Точку Запятую Да Ну Это еще Ставлю Вот Кстати И Я с интересом Алистал Книгу И Я Находил Подачи Саши Петрова Находил Замечательные Стихи Киселев С С Водушевлением Вот Ну Правда Его тоже Заносят Потому что Он Так Использует Слово Камин Он Когда-то Едет В стойбище К камину Как будто Это Берин Которые Тоже Друн С Город Дани Там Хорский Да Подожди 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 Друг Я тебя Сразу Перебью Ты Возможно Не Знаешь Что С Камин Это Не Обязательно То Что Ты Подразумеваешь Под этим Словом Если Мы Обратимся К Литературе О Северах Еще Двадцатых Тридцатых Сороковых Годов Прошлого Века Камин Это Помимо Всего И Маленькая Передостная Печурка Которую Возили С собой И Ставили В Палатке Если Где-то Надо было Останавливаться Знать Либо Киселев Я думаю Что Знает Живший На Севере Киселев Наверняка Об этом Знал Хорошо В культурном Конфесте Конечно У меня Немного Тем более Что Звучал Камин Связано С Как я читал Сборник Я читал Находясь Знакомой Фамилии Естественно Потому что Читать Целиком Нельзя Книгу Нельзя Просто И Может быть Даже Мои стихи Напрасно Попали Потому что Не слово Камчатка Не слово Камчатка Но И Спасает Тундра Тундра И Нарку Хорошо Я Согласился И Вы Знаете Как Что Качество Сиха Определяется Наличием Мастеров Есть Мастера Действительно И Который Я Нашел В этом Сборнике И Прочитал Это Действительно Классная Вещь И Как Слава Смотрится Смотрение Селинского Этого Конструктора Он Конструктор Он Модернинист Он Изобретатель Стиха Такой Головной Поэт А Рюрик Ивниф Рука Есенина Ему Женист Я Узнал Что Он Семьдесят Года То есть Он Современник Я Жил С Рюриком Ивниф А Он Знал Есенина И Они Вместе Сидеть Уливали Любопытные Вещи И Совершенно Мне не понравился Боков Не понравился Я подумал Что Мы Лучше Пишем Чем Боков Кое Где Боков Безусловно Что Эта Книга Требует Голоса Голоса Здесь Присутствует Профянный Атер Я Надеюсь Что Прочитает Потому Что Собежал А Должен Прочитать Назвучивать Те вещи Безусловно Вот И Я Я Думаю Что Потому Что Школьные Библиотеки Понимаете Как Очень Часто Книги Прочитаны Поэтому Я думаю Что Нужно Просто Их Читать Вы знаете Можно Просто Выступление Понимаете Вот Профессионалов Просто Вот так Пропагандировать Это Было Уместно Я Так Полагаю Вот Так Я Прочитаю Что Здесь Саша Так Лесно Сказал Да У меня Стихотворение Которое Потом Вошло В Спорник Золотых Зверей Вот Она Была Публикована В В В Зате Да Я Не Стыдно Собственно Говоря Сейчас Как Так Если Среди Вот Там В В общем Хотя Ну Довольно Написано Молодым Человеком Само Уничижение По Четверто Вот Да Сотник Там Понимаете Там Сомнения По Части Прогресса И Я Сейчас Читаю Что Прогресс Как Таковое Вот Понимание Прогресса Вот И Там Речь Идет Как Так Я Прочитаю Да Обязательно Ты Будешь Из книги Читать Или Ты Хорошо Когда Человек Помнит Свои Стихины Ну У меня Так Мало Что Хорошо Я Ставлю Каждый Хмурых Собак Долг Равнин Век Уши Прижав Вожак Пастью Хватает Снег Ты Отведешь Лицо Солнце Лучит Алмаз Смелым Ведет Резцом Роговицы Глаз Марьва Запах Мха Снежный Осядет Пласт С криком Усталым Кхак Крошишь Посталом Наст Горе Кирпичный Чай Можно Чуть Чуть Вздремнуть Вечером Погоняй Ишь Подморозит Путь Вечером Хруст Да звон Так Далеко Слыгай Вспомнишь Вчерашний Сон Русскую Вспомнишь Мать Снилась Личная Мель Старый Надежный Баб Сквозь Наважденья Хмель Манит Рукою Брат Северный Смуглый Бог Хоп Тихитер Но Мал Был Этот мир Неплох В нем Не гремел Метал Туже Который Год Давит Аркан Дорог Белый Пришел Народ Умер Северный Бог Возросло Тропой Стоит Лища У реки Скоро Уйдут Домой Пьяные Схрики Звезды Слезил Апрель Грели Бредил И Спал Брат Снилась Личная Мель Старый Надежный Баб У меня Претензия Еще есть Одна Почему Здесь нет Стихов Бородов Кого Бородов Нет Бородов Бородова Почему Татьяна Шубиной Почему Не само Лучше Стиховарения Науменкова Я не люблю Одну Лучше Камчатку Кипятерейдер Не вошел сюда Почему А здесь нет Стиховарения Ворно Селедку пишет Бородов Бородов Это лучшее Стиховарение Поэтому Не стоило Подстригать Всех Подстригать Пододно Все таки Есть вещи Классические Классические Вещи Некрата Показывать Может быть Они войдут Золотой фон Сейчас Как повесить Саша Пятно Спасибо Володя Спасибо Большое Володя Володя Табуретку Табуретку Иначе Не придется Стоять У нас У нас У нас У нас У нас У нас Я не поэт Не литератор Не литературовед Но стихотворения Бокова Самые Дурацкие Стихотворения Во всей Антологии В каждой Можно найти Что-то хорошее Об этом Я не нашла Но мы же Не будем Вспоминать Старую эпиграмму Ничего Глубокого Нет В стихах Вот Пример Но зато Все стихи Оберенги Они все Кто бы не касался Этой темы Они все Прекрасны Вот Тоже малая часть Того Но вот я вижу Имя очень интересное Джеймс Партерсон Тоже пишет Не камчатское имя Тоже пишет Оберенги Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok